Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмири. И сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие котлеты из нежной баранины. Здесь у нас помидорки, баклажаны, перец и огурчик. И все это я схомячу вместе с грибным соусом, так как мой любимый сырный почти закончился. Давно не снимала в Мукбанке, вчера не снимала, точно вспомнила. Здесь у нас 5-6 котлет. Я думаю, что я справлюсь просто легко. Кстати, в инфобоксе оставлю вам ссылочку на эти котлеты. На рецепт. Ребята, это очень вкусно. Я сделала себе реснички. Кто не подписан на мой инстаграм, тот не в курсе. Как-то я попробовала маску в инстаграме. С огромными ресничками. И после этой маски мне все начали писать, Айка, сделай реснички, тебе очень подойдет. Я такая думаю, а что нет, а что нет. Все делают. Я нашла хорошего мастера. И она мне сделала такие реснички. Я вообще по большому счету не крашу их уже. То есть глаза не крашу. Просто хожу вот так вот. Это супер экономит ваше время. Можно, конечно, краситься тенями и все дела. Ну, просто мне сейчас налей. Мне кажется, и так все круто. И давайте поотвечаем на вопросы. Какую музыку вообще ты слушаешь? Ребят, по-разному. Что понравится, то и слушаю. В большинстве случаев мне очень нравится Моргенштерн. Какая крутая у человека фамилия. Моргенштерн. Я знаю, что многим не заходит его творчество вообще. Но мне нравится. Мне очень нравится. Мне очень нравится Джонни Комета. Ой, Комета. Камин. И вкусно, и песня обалденная. Послушайте, если вы не слышали. Он поет с Эмином. Мама была в шоке от того, что Эмин разводится. Что же такое произошло, что... Так быстро они разводятся. Но это жизнь, ребят. Никто ни от чего не застрахован. Мне кажется, просто самое главное в расставании уметь хорошо расходиться. То есть не поливать друг друга грязью. Не оставаться врагами. Вот расстались, как-то культурно разойтись. Вот. Мне кажется, это самое главное. У меня двоюродная сестра развелась с мужем. Но он вообще чокнутый был. Мог ей по голове лопаты дать, не знаю. Вот конкретно идиот. Просто идиот. Сейчас развелись. Алименты не платят. Ну, изначально, знаете, она уже знала, что он такой. Они уже обручились. У нее должна была быть свадьба где-то через месяц. И она уже тогда говорила своей маме, что какой-то он странный. Какой-то он непонятный, скользкий. То есть не было такого, что полюбила и вышла замуж. Нет. Тут я понимаю, в хороших отношениях не останешься. Потому что, когда человек тебе столько говна сделал. Моя двоюродная сестра доброй души человек. Просто одуванчик. Она такая клевая, реально. Она просто золушка. Она у нас была. И бабушка была в восторге просто от нее. Насколько добрый, искренний человек. То есть у нас оставалась она. В общем, всякое бывает. Поэтому лучше сразу детей не заводить. Вышла замуж, поживи год-два. Посмотри, какой он человек вообще. А то всякое бывает. Насилие, неуважение. А что ты сделал, чтобы тебя не били? Насчет Тодоренко, кстати, это в шутку сказал. Я считаю, что уже пора перестать ее хейтить. Потому что человек раскаялся. Кстати, она перечислила 2 миллиона рублей в фонд. Там что-то защиты женщин или борьбы с насилием домашним. Так что, на мой взгляд, с нее достаточно. Как это все сочетается. Очень частый вопрос, встречающийся на моем канале, да и вообще в комментариях. Это как я отношусь к армянам. Так как я живу в Азербайджане. И у нас как бы с Арменией война, можно сказать. Всегда меня спрашивают. Просто я стараюсь какие-то политические темы не затрагивать в своих видео. Поэтому, когда вы задаете подобные вопросы, скорее всего, я на них отвечать не буду. Я не профи в истории, в политике, понимаете. Поэтому убедительная просьба не задавать эти вопросы. Как ты думаешь, во сколько лет девушка должна выйти замуж? Понятие «должна выйти замуж», мне кажется, это уже неправильно. Ты можешь встретить своего человека и в 35, и в 40 лет. А можешь встретить и в 18 лет. Тут больше не прям выйти замуж, а больше найти своего человека. У меня не очень большой опыт общения с противоположным полом. Но единственное, что я никогда не буду терпеть, это то, что мне не пишут, ни во что меня не ставят. Если я вижу, что человек хорошо ко мне относится, я понимаю, что это мой человек, и тогда уже пора выходить за него замуж. Сейчас дело не прям во мне, да, больше даже в моем молодом человеке, что пока что мы не можем пожениться. Ну и особо такого, знаете, рвения выйти замуж у меня нету. Вот когда мне было 17 лет, я так хотела замуж, не знаю почему. Очень хотелось. Я даже думала, что все хотят замуж, что все скрывают. На самом деле, оказывается, это не так. Сейчас у меня есть одногруппница, которая вышла замуж и развелась с маленьким ребенком. Это ужас просто, что она пережила. Я смотрю на нее, смотрю на себя. То есть она развелась не просто, потому что ей так захотелось. Куча стресса была. Всегда. Дети это прекрасно. Я ничего против детей не имею, но дети должны рождаться в семье. И у них должен быть мама и папа. Они одна мама, которая бедная, все тащит на себе. Работает на двух работах. Я понимаю, что никто не застрахован. То есть всякое оно как... Как-то может быть. Но почему-то у меня вот внутри такое раз и навсегда вот должно быть. Не просто ты взяла и родила чисто для себя. А дети росли в семье. Я вот сейчас не готова к семье. Но я думаю, что годы через два, через три я уже буду готова. Хотя я так считала годы через три назад. Не знаю, мне кажется, через два-три года я прям полностью буду готова и захочу. Меня так умиляют девочки. Я бы очень хотела себе дочку. Вот у нас с братом всего два года разница. И родителям на самом деле было очень тяжело. В том плане, что поднимать нас обоих. Вот поэтому я хочу, чтобы между моими детьми была большая разница в возрасте. Вообще эти баклажанчики очень хорошо идут именно с хлебом. Без хлеба как-то не очень. А соус у нас здесь остался совершенно нетронутый. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы кушаете, приятного вам аппетита, удачного дня. Всем пока!